Всем привет, с вами Нюкем, и мы продолжаем тратить деньги в России. И пока я добежал до этой улицы, где стоит куча машин и всяких магазинов, посмотрите, какой красивый снег пошел. Но все равно мне кажется, что в небе меньше снежинок, чем у меня денег. У меня просто какое-то невероятное их количество. Мы с вами купили квартиру охрененную, походу самую топовую в этом городе. Вот от нее ключи, если кто не верит. Да, мы в прошлой серии с вами посмотрели эту квартиру, она была просто сногсшибательная. Кто не верит, обязательно посмотрите тот видос. Ну смотрите, сколько денег у нас осталось. Офигеть, еще 6,5 миллионов рублей. Это жесть, это самая настоящая жесть. И вот я такой пробегаю, думаю, куда бы их потратить, эти мои денежки. И смотрите, на что я наткнулся. Опа, какая витрина классная, да? Вы посмотрите, какие красотки, какие красавцы там стоят. Это жесть, это еще ничего. А вот что тут? Соска, просто моя мечта. Но бегу я такой, смотрю, думаю, как буду тратить бешеные бабки на вот эти развлечения. А потом вот смотрю вон туда и вспоминаю, что там лежат куча, куча народа, которые страдают. Которым больно, которым плохо и которым, скорее всего, никто не может помочь. Потому что, ну, явно тут существенная часть населения, она за чертой бедности живет. И если у них есть какие-то деньги, то может быть на леклопластер там и на йод. Ну, как вы понимаете, ничего серьезного. С помощью леклопластера и йода не вылечишь. И я подумал, что как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. А пока, знаете что, пойдемте-ка и осчастливим. Ну, хотя бы человек 10. Да, ну а для начала, я думаю, нам сами стоит маленько принарядиться. Потому что вот здесь вот у нас есть, знаете что? Магазин ништяков. Здравствуй, мужик. И знаете что? Я решил, что надо сменить прикид. Хоу-хоу-хоу. Ну что, ребята, узнали? А? Дедушку Нюкема. Да, всего за 5 косарей купил себе Нюкем костюм Деда Мороза. И какие офигенные штаны, поглядите. Даже под ними не видно моих протезов. Это классно. Снова чувствую себя самым обычным человеком. Это, конечно, ничего хорошего в этом нету. Потому что, ну, обычный, значит, обыкновенный. Ну, вот я знаю, что я особенный. Но, но, прыгучесть осталось. Это самое главное. Так, ну что, ребята. Пойдемте-ка с вами кого-нибудь обрадуем. Деньги у нас есть. И знаете, чего нам еще не помешает? Нам не помешает накупить подарков. Поэтому сейчас, буквально в момент, я сбегу обратно и накуплю себе целые карманы всяких ништяков. Ну вот, сгонял по-быстрому. Смотрите, все, что было, скупил. Все карманы забил. Больше просто места нет у меня. Одни деньги. Да подарки. Ну все, господа. Пойдемте обрадуем кого-нибудь. Ну, если, конечно, получится. Так, так, так. Может, кому-нибудь еще пойло силы сбагрим. И да, здесь вот у нас был вход в палаты. И так, дежурный врач, подскажите, пожалуйста, а где у вас тут самые тяжелобольные люди? То есть, считаете, что в любую палату можно зайти? Ну, ладно, пойдемте. Вот, давайте начнем. Да вот с этой и начнем. Ух, главное настроиться и чтобы после моего визита людям хуже не стало. А только лучше, поэтому все. Я несу людям только добро, радость, позитив и деньги. Хоу-хоу-хоу, господа. Давайте выше нос. Мороз, смотрите, кто к вам пришел. Дедушка Мороз. Ну что, друзья, обрадуем вас маленько? Так, мужчина, что с вами не так? Чем вас обрадовать? Оу. Жестко. Ну, слушай, ну, пока что ты жив. Хоть у тебя и рак, но ты жив и у тебя есть шанс выжить. Может быть, дедушка чем-нибудь может тебе помочь? Двести тысяч не хватает на операцию. Ну, вообще в легкую, смотри. Двести тысяч. Это у нас сорок бумажек по пятька. Поэтому давай я тебя вот в тумбочку сюда сложу твои деньги на операцию. Так, сорок тысяч. Оп, двадцать есть. Все. Отлично. Двести-ка ждут тебя в твоей тумбочке. Поэтому давай, дружище, поправляйся, все будет хорошо. Ты, главное, духом не падай, хорошо? Не за что. Так, дружок, пирожок, а у тебя что не так? Ожог, глаз и пулевые ранения? Какой-то у тебя видок знакомый. Мы случайно нигде не... Так, так, так. И чем же дедушка может тебе помочь? Не отворачивайся, скажи. Дедушка здесь. Триста тысяч. Ну, я думаю, мы что-нибудь можем придумать. Поэтому мы подходим к твоей тумбочке и кладем туда твой подарок на Новый год. Да. Это нам нужно шестьдесят бумажек по пятька. Все, товарищ. Триста тысяч ждут тебя в твоей тумбочке. Выздоравливай. Да не за что. На Новый год чудеса случаются. Так. Да, конечно, блин. Мои проблемы это не проблемы. Вот у кого проблемы. Но мы им помогли. Давайте, идем дальше. Тук-тук. Хоу-хоу-хоу! Кто у нас здесь лежит? Так, а... А... Ммм... Ну, ничего. Дедушка здесь, а значит, все станет лучше. Так, дружище. Что с тобой случилось? Ну, дружок, верь. Хочешь, не верь. А хочешь, поверь. Но у меня тоже когда-то были такие проблемы. И смотри. Сейчас как дедушка прыгает. Просто как зайчик-кузнечик. Как человек-паук. И ничего. Поэтому, знаешь что? Мне кажется, тут вопрос только в деньгах. Да ведь? Да как-то ничего тебе не поможет. Знаешь что? Я думаю, тебе нужно купить протезы. Или как минимум, может быть, ты можешь открыть какой-нибудь свой бизнес. Знаешь такого мужика? Его зовут Ник Вуйчич. У него вообще мало того, что ног нету, у него еще и рук нету. И ничего. Он долларовый миллионер. Поэтому, вот, мы как с тобой поступим, я тебе положу в тумбочку 200 тысяч рублей. Я думаю, этого хватит как минимум на несколько полезных книжек. А там и бизнес-план у тебя в голове созреет. Поэтому, ничего. Руки есть. А каталку ты тебе тоже на эти деньги сможешь купить. Поэтому, вот сюда мы с вами положим ему 200к. Это, как мы уже знаем, всего лишь надо с вами S40 бумажек положить. Готово. Все. Деньги в тумбочке. Дедушка желает тебе не падать духом и воплощать свои мечты в жизнь. Все, понял? Давай, выше нос. Фух. Жестко, конечно. Видели, да? Мне-то ноги по колено отрубил тогда, а ему вообще по... Ммм, бубенцы. Я надеюсь, они-то хоть на месте. Ну, ничего. В любом случае, голова есть, он в сознании. Руки тоже на месте. Все будет отлично у него. Ну, все. Пошлите на второй этаж. Так, так, так. Замечательно. Вот сюда мы и заглянем. Так, дружок пирожок. Смотри, кто к тебе пришел. Это Дед Мороз сам, собственной персоной, к тебе пожаловал. И сегодня мы будем исполнять твою мечту. А именно, поможем тебе стать здоровым. Итак, что тебя беспокоит, больной? Оу. Ну, ничего. Во всяком случае, ты еще довольно свеженький на вид. И поэтому, мне кажется, вопрос только в деньгах. Как думаешь, сколько денег помогут тебе встать на ноги? Ну, или хотя бы дадут тебе шанс на выздоровление? Миллион рублей. Да не вопрос. Знаешь что? Я думаю, раз уж Дед Мороз к тебе пришел, то не такое чудо в своей жизни случится. Поэтому, если Дед Мороз тебе поможет, то все у тебя будет отлично. И знаешь что? Мы положим тебе деньги прямо вот сюда. Вот, ты будешь смотреть на них. И прямо утром отдадишь, отдашь их врачу. И скажешь, что вот, дорогой врач, это деньги на мою операцию. Вылечите меня. И все тебе сделают так. Ну, мне кажется, прогноз у тебя очень даже позитивный. Поэтому все будет окей. Так, миллион рублей. Это 200 бумажек. Так, 200 бумажек. Это вот у нас 128. Ага. 192. И осталось всего лишь 8 бумажек доложить. Готово. Все, дружище. Ты, главное, верь в себя. Все получится. Деньги есть. Значит, есть и шансы. Миллион рублей у тебя в тумбочке. Конечно, выживешь. Главное, нос повыше. И все будет окей. Блин, пипец, я так волнуюсь. Пипец, я несу такой дикий бред, но... Ладно, надеюсь, они меня поймут. Ну, это очень, очень выматывает, конечно. Так, ну ладно, пойдем дальше. Здравствуйте, ребятки. К вам пришел сам Дед Мороз. А это значит, что в вашей жизни есть место чудесам. И поэтому давайте с вами маленько поболтаем. Так, дружок. Что-то у тебя, конечно, с глазами веселое. Наверное, перед компом много сидел, да? Что такое с тобой случилось? Пу, да это вообще фигня. Я бы на твоем месте даже не волновался. Давай. Загадать желание дедушке. Сколько тебе нужно на операцию? Ну, как-то не надо. Как-то не надо. Давай я тебе хотя бы подарков положу сюда вот. Оба-на. Раз я подарок. И раз ты такой у нас... Эээ... Классный, что даже от денег отказываешься. Поэтому на тебе еще и второй подарок. Окей. Ну, все. Давай тогда выздоравливай. Как вот сможешь встать с постели, распакуешь подарки и офигеешь от того, сколько всего я классного туда положил. Не за что. Дружок пирожок, а с тобой что такое? Паралич тела. Ну, это плохо, но во всяком случае, мозги-то у тебя на месте, да? И ты соображаешь. Значит, все будет отлично. Может быть... Эээ... Может быть с чем-нибудь я смогу тебе помочь? Хотя бы деньгами там. Ну, как-то не помогут. Товарищ доктор. Ну, неужели ему вообще уж никак не помочь? А? Ну, не может же быть такого, что ну никак нельзя помочь человеку. Но... Но... Но что, но? Дорогая операция. 500 тысяч рублей. Ха-ха. Дать Дедушке Морозу это вообще не проблема. Сейчас... Знаете, что мы сделаем? Мы ему дадим 500 тысяч рублей. И все будет у него отлично. Да вообще не вопрос. Вы чего? Ну, 500к легко посчитать. Это всего лишь 100 вот таких вот бумажек. Поэтому берем 64. И нужно еще 36. Ага. Все. Готово. Ты, друг мой, будешь жить, ходить, бегать, прыгать и делать все, что тебе захочется. Главное, будь хорошим пацаном. Не хулигань. И все у тебя в жизни будет замечательно. Понял? Не за что. И на тебе еще для мотивации. Вот такой подарок. Ты сам его распакуешь. Как только тебя прооперируют. И ты пойдешь на поправку. Давай. Выше нос. Да, что-то я вообще забыл, что у меня еще подарки есть. Ну, блин, ну поймите, да, как я волнуюсь. Ух. Давайте пойдем дальше. Сколько же все-таки людей. А денег-то все меньше. Ну, даже если мы поможем хотя бы части народу, все равно это будет лучше, чем если бы я просто прошел мимо, купил бы себе там дофига этих спортбайков. Да уж так. Какое красивое помещение. Это что, зал ожидания, что ли? Туда вот... Это какая-то закрытая часть больницы. Не пускает, в общем, меня. Ну, пойдемте, ладно, сюда. Так, тут у нас туалет. Тут мы только сами себе можем помочь. Ой, ё, вот тут какая-то большая палата. Давайте зайдем. Хей-хей-хей, друзья! Кто к вам в гости зашел? Это же сам Дед Мороз! Хоу-хоу-хоу! Сейчас мы, ребятки, к вам подкатим и вам дадим какой-нибудь подарочек. Ну что, дружище, какой-то ты кислый. Ну-ка, рассказывай, что с тобой не так? Да, как-то я сразу не заметил. Дедушка совсем слепой стал. Ну, знаешь что, мне кажется, дело решается протезами. Как ты думаешь? Ну, да, все стоит денег. Тем более, хорошие протезы. А хорошие протезы тебе просто как воздух сейчас нужны. И знаешь что? Это вообще не проблема, потому что Дедушка Мороз тебе поможет. 300 тысяч рублей. Фигня. Мы с тобой это все организуем в два мига. Два счета. Короче, я тебе эти деньги подарю. Ну, мы с вами уже считали, что 300к это всего лишь 60. 60 по 5к. Вот поэтому четверочку мы с вами встряхиваем. Таким по сдаче. Все, дружок пирожок. Деньги у тебя есть на операцию, точнее на протезы. Все будет отлично. Главное, верь в себя и все получится. Да не стоит, не стоит. Чудеса случаются, тем более под Новый год. Ну что, друг? Ты что, думал, что Дедушка пройдет мимо тебя и никак тебе не поможет? Ну-ка рассказывай, что с тобой случилось. Воу. Да, я вижу, у тебя тут аппаратура стоит. Но может, Дедушка все-таки может тебе как-нибудь помочь? Ну-ка рассказывай, давай. Если вопрос в деньгах, то это вообще не вопрос. Через две недели. И деньги не помогут. Ну знаешь что? Во всяком случае, ты можешь порадоваться вот этому. Замечательному подарку. И я считаю, что ты заслужил два подарка. Больше, чем кто-либо другой. А знаешь, даже не два, а три. Только ради тебя. Чтобы ты порадовался все-таки. Раз подарок. Два подарок. И у... Вот сбоку поставим. Ну что? Хоть маленько веселее стало? Ну, что ж поделать. Может быть я и маленько опоздал. Но во всяком случае, мы хотя бы с тобой увиделись. Давай, дружок. Держись. А кто это у нас тут такой кислый? А? А чего это мы так... Такой минусы стряпали? Дедушка в гости пришел. Давай-ка будем попозитивнее. Ну-ка, что с тобой случилось? Ну, это вообще не беда. Если бы ты жил в 80-е, то тогда бы тебе была крышка. А сейчас есть терапия и куча всяких методов лечения. Поэтому давай, не раскисай. Мне кажется, вопрос только в деньгах, да? За терапию надо 300 тысяч заплатить. Ну, это вообще же фигня. Тем более, что ты после этого будешь жить как совершенно нормальный человек. Поэтому давай, не будем скисать, а будем радоваться, потому что с тобой сегодня Дедушка Мороз. И он тебе все деньги даст. Как подарок на Новый Год. Такс. Все. 300 тысяч лежат прямо в твоей тумбочке. Поэтому давай, друг, не раскисай. Волю в кулак. Все получится. Главное, следуй терапии. Принимай лекарства, как тебе скажет врач твой. И больше не веди такой образ жизни, который тебя привел вот на это самое место. Хорошо? Пожалуйста. Но ты давай, мои слова запомни. Больше таких глупостей не совершай. Не знаю, как ты его подхватил. Это очень плохо. Потому что не будь Дедушки, я думаю, у тебя бы денег на терапию не хватило. И ты бы скоро умер. Давай, больше так не тупи. Так. А тут у нас кто? О, кто к вам пришел в гости? Дедушка Мороз, красный нос. И куча денег в карманах. Ну, гражданин, ну чё ты такой кислый? Ну давай, поговори со мной. Поговори с дедушкой, что с тобой случилось? Зачемление позвонков. Ну это не беда. Знаешь что? У дедушки как-то в молодости ноги оторвало. По колено, представляешь? И ничего. Бегает, прыгает, как козел какой-то старый. Но не то, что он какой-то козел, как сволочь. А именно энергичный и веселый. Поэтому давай с тобой подумаем, как можно твою проблему решить. Полмиллиона рублей? На операцию на позвоночнике? Эх, дружище, знай. Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема. Тем более, когда к тебе в гости пришел Дед Мороз, у которого дофига денег. Так никто это не слышит. Ну, ты там не обессудь. Все только для тебя. Все, что нам нужно, это сложить в твою тумбочку 100 штучек по 5К. Окей, давайте, чтобы было все четко, вот так вот сделаем. Так, 60 и еще 40 нужно. Все, дружок, пирожок, у тебя в тумбочке лежит миллион рублей. Или стоп, полмиллиона рублей. Да, ну ты уж там сильно губу-то не закатывай. Потому что... Ну, это на здоровье. Чисто на здоровье. Никаких гулянок, пьянок. Я надеюсь, ты Дедушку не обманываешь. Хорошо? Чисто на лечение. И чтобы тебе было чуть повеселее, давай-ка мы тебе еще и печеньку положим. Вот. Ну что, парень? Все? Я надеюсь, ты теперь точно на поправку пойдешь. Хорошо? Договорились? Да, пожалуйста. Деду Морозу не жалко. Ну все, давай. Не раскисай, а я побежал. Ух. Ребятки, все, давайте. Выздоравливайте. Жесть. Я, конечно, очень смутился, когда тот парень сказал, что ему уже не помочь. Очень жесткая ситуация. Кипец просто. Один подарок остался. Кому бы подарить его? А вот... Давай... Блин, еще же сколько тут этажей-то, а? Ух, жесть. Ну давайте так с вами условимся. Мы, как откроем бизнес, будем каждую неделю отстегивать в эту больницу такую приличную сумму, чтобы постепенно тут вообще пациентов не осталось. Вот это будет идеально. Конечно, да, и врачи останутся без работы, но... И врачам мы тоже будем давать деньги. Все. А сейчас давайте заскочим еще, может быть, вниз, чтобы там какой-нибудь подарок оставить. Так, тут подарки есть. Мы ему и так нормально помогли. Вот внизу я ни одного подарка не оставил, поэтому давайте. Вот... Сюда, ага, чтобы повеселее было. Так, ребята, мы к вам снова тут вернулись. И не с пустыми руками. Поэтому вот такая у нас с вами будет эстафета. Кто первый выздоровеет, кто первый встанет к кровати, того и подарок. А если честно, то дедушка дарит его вам на двоих. Поэтому давайте не жадничать, а делимся, короче, всем, что найдете в этом подарке друг с другом. Вот, такой красивый будет вам повышать настроение. Все. Еще раз всего хорошего от дедушки и всего сероного полюса. Оооо. Жестко. Да. Пипец, конечно, у вас тут тяжело работать. Но чем смогли, тем помогли. А знаете что? Знаете что? Мне кажется, кое о ком мы забыли. Пациенты, это, конечно, очень важно. Но есть еще одни люди, которые заслуживают подарков не меньше, чем те ребята, которых мы сегодня осчастливили. Это все, кто работают в этой больнице. Потому что врачам пипец как тяжело живется. И знаете, что мы с вами сделаем? Мы с вами тоже сделаем им подарок на Новый год. Подскажите, пожалуйста, а как найти главврача? Нет, я чисто по делам. Ага. Это? А нет, это архив. Вот, главный врач. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у меня к вам деловое предложение. Да, все верно. И для каждого из этих сотрудников я хочу сделать премию от Дедушки Мороза. Каждому из сотрудников я дарю по 40 тысяч рублей. И поэтому давайте я положу деньги вот в эту тумбочку. А вы уж там их распределите. Хорошо? Хорошо. Итак, по 40 тысяч на 16 человек. Это два стака пятитысячных купюр. Вот так вот красиво разложим. Все. Я надеюсь, все работницы будут счастливы. Ну, все. Нормально мы с вами поработали сегодня. Много людей сделали немножечко счастливее. Кому-то дали шанс на выздоровление. Кому-то просто подняли настроение. А... Ну, хоть и не всем смогли помочь. Но... Я все-таки думаю, что мы с вами сделали все правильно. Потому что себе ништяков мы сможем в любой момент напокупать. А вот этим людям конкретно нужна была помощь. Все, ребята. На сегодня, я думаю, достаточно трат денег. Ставьте лайк, кому понравилась моя инициатива. И обязательно пишите в комментариях свои идеи по поводу того, куда можно потратить оставшиеся деньги. Да, у нас с вами еще довольно много осталось рублей. Очень так много, я бы сказал. Прилично. Кто-то и за много лет столько не зарабатывает. Поэтому давайте не будем огорчаться, что денег становится все меньше. Лучше давайте будем веселиться тому, что они все еще есть. Все, ребята. С вами был Нюкем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok